И помогает нам в этом вопросе Оренбургский автоклуб «Ретро» и его председатель Юрий Петрович Бельков. Сегодня наш рассказ о легендарном автомобиле, вынесшем тяготы военного времени и послевоенной разрухи, ставшем своего рода символом грузоперевозок, да и не только. Значит, автомобиль ЗИС-5 или в простонародье Урал-ЗИС, выпуск 1936 года, прошли они все, как сказать, становление народного хозяйства и захватили военные годы, Вторую мировую войну. Значит, в основном они вынесли тяготы, наверное, всей войны, потому что все же полуторка была слабенькая, а это все же трехтонник, и повыше клиренс у него был, и проходимость была получше, естественно, помощнее двигатель был, ну, естественно, и кабина была попросторней. Кабина, кстати, была полностью деревянной, как для облегчения и удешевления конструкции, так и для быстроты сборки. Полный аскетизм, никакого комфорта, кроме руля, педалей, приборов и деревянной лавки, ничего нет, даже элементарных дворников и печки. По современным меркам ездить на таком автомобиле невозможно, однако в годы Великой Отечественной войны и после нее советские водители не только ездили на этих автомобилях, но и творили настоящие подвиги. Этот автомобиль, поскольку был полудеревянным, очень боялся огня, поэтому рядом с водительской дверью всегда висел огнетушитель, чтобы в случае чего погасить пламя. Зато, обладая завидной грузоподъемностью, в обслуживании машина была очень легкая. Машина очень простая, даже проще, наверное, не придумаешь. Значит, доступная. Доступ к мотору. Со всех сторон. Можно было, можно даже сказать, на ходу ремонтировать. И сразу было все видно. Если какая-то что-то неисправность, сразу было все видно в этой машине. Простота конструкции позволяла не только быстро ремонтировать машину, но и быстро подготавливать военных шоферов, которые так были необходимы фронту. Тем более, что в 1943 году этот автомобиль стал донором для очень серьезного оружия. Именно на базе этого автомобиля ЗИС-5 в годы Великой Отечественной войны устанавливались легендарные «Катюши», сеявшие страх среди гитлеровских захватчиков. Уже модернизированный и получивший индекс ЗИС-6 нес на себе реактивную ракетную установку «Катюша», которую так боялись фашистские интервенты. Прошедшие специальную подготовку водители и минометчики составляли экипаж этой боевой машины. Да и вообще в то время к профессии шофер относились весьма строго и почтительно. Даже можно судить по тем правам, которые я держу в руках. Вот эталон предупреждения. Значит, это права 1937 года моего родственника. И вот к этим правам выдавать вот такие памятки. Памятка водителя. Значит, она даже по формату подходила примерно как права. То есть, получив водительское удостоверение и получив эту памятку, значит, на досуге, значит, можно было ее иногда периодически почитывать. Простояв более четверти века на постаменте, эта машина после реставрации в Оренбургском автоклубе «Ретро» уже в наше время принесла конкретную пользу. Этот автомобиль конкретно принимал участие в съемках художественного фильма по роману Дудинцева. Снимался знаменитейшим кинорежиссером Станиславом Сергеевичем Говорухиным фильм «Художество не хлебом единым». Причем в этом фильме принимало участие шесть автомобилей того времени, любезно предоставленных автоклубом «Ретро». И о каждом из них, о его исторической ценности, мы вам обязательно расскажем в наших следующих программах. А пока огромное спасибо клубу «Ретро» и его председателю Юрию Белькову. Наш клуб старинных автомобилей носит недвусмысленное название «Ретро». Начав свою историю еще в советские годы, он, благодаря стараниям его председателя Юрия Белькова, за последнее время значительно пополнил парк реликтовых автомобилей. Причем среди последних имеются очень редкие экземпляры. Например, американский «Форд Эффель» 1935 года выпуска. Или знаменитый «Зим», который в прошлом принадлежал маршалу Ахрамееву. Сейчас в процессе восстановления в автоклубе «Ретро» находятся еще несколько автомобилей, среди которых довольно редкий экземпляр универсала «Москвич-403» и «ГАЗ-69» первой модификации. Качественное восстановление таких автомобилей стало возможным благодаря наличию собственной ремонтной базы и автосервиса. «Сервис родился уже, знаете, по необходимости. Потому что все старые автомобили, они требуют, во-первых, места для хранения. Для того, чтобы ремонтировать их, нужны запчасти. А на старые автомобили, как вы понимаете, запчастей в магазине никто не продает. Приходится брать две-три машины, из них собирать один автомобиль. Ну, а для этой цели, конечно, нужны были помещения. Потом, дальше появились проблемы, допустим, лакокрасочные покрытия, ремонт двигателя. Естественно, приходилось думать еще не только о себе и о восстановлении своих автомобилей. Ну, и чтобы как-то оплачивать за свет, за территорию, например, за проживание здесь, зарплату там уже с подвижником немножко хоть иметь, ребятам. То приходилось брать в ремонт уже другие автомобили, производить ремонт. Естественно, вот эта, как сказать, плата за ремонт этих автомобилей делилась спорно на всех. Ну, и так вот потихоньку, цех за цехом, значит, вырос вот этот наш сервис. Производственные кооперативы дел. Для того, чтобы починить ретро-мобиль, необходимо разбираться во многих тонкостях авторемонта. Нужно знать и понимать, как работает та или иная деталь, в чем причина поломки и каким образом можно ее отремонтировать или заменить. А такого рода опыт всегда нужен для проведения ремонтных работ на любых автомобилях и их агрегатах. В ряду с восстановлением и ремонтом автомобилей ретро мы также занимаемся ремонтом автомобилей как отечественных, так и иномарок. Делаем и кузовные работы, делаем двигатели, подвески. Шлифуем коленчатые валы всех марок, начиная с отечественных, также иномарки, и МАЗов, КАМАЗов и прочих. Вот здесь вот производим шлифовку, это расточку, хонинговку любых блоков, гильз, любой модели. Также делаем ремонт, кузовной ремонт любой сложности. Кооператив «Удел» и автоклуб «Ретро» – это по сути единое целое, которое возглавляет настоящий ценитель истории мира моторов Юрий Бельков. И автосервис, и автоклуб пользуются заслуженной популярностью у оренбуржцев. Первый – благодаря качественному ремонту автомобилей любых марок. Второй – своими ретромобилями, которые позволяют по-настоящему взглянуть на историю мира моторов. Очень часто так бывает, что простое детское увлечение перерастает потом в конкретные, реальные дела, приносящие не только пользу людям, но и позволяющие зарабатывать. Именно так и случилось у Юрия Петровича Белькова, председателя Оренбургского автоклуба «Ретро». Еще с детства Юрий Петрович увлекался старинными автомобилями, но их восстановление потребовало создать определенную базу. Ведь кто-то этим занимается в гараже, но наш герой пошел по-другому. Сервис родился уже, знаете, по необходимости. Потому что все старые автомобили, они требуют, во-первых, места для хранения. Для того, чтобы ремонтировать их, нужны запчасти. А на старые автомобили, как вы понимаете, запчастей в магазине никто не продает. И не продавал. Приходится брать две-три машины, из них собирать один автомобиль. Ну а для этой цели, конечно, нужны были помещения. Потом дальше появились проблемы, допустим, лакокрасочные покрытия, ремонт двигателя. Естественно, приходилось думать еще не только о себе и о восстановлении своих автомобилей. Ну и чтобы как-то оплачивать за свет, за территорию, например, за проживание здесь, зарплату там вот уже с подвижником немножко хоть иметь, ребятам. То приходилось брать в ремонт уже другие автомобили, производить ремонт. Естественно, вот эта, как сказать, плата за ремонт этих автомобилей делилась спорно на всех. Ну и так вот потихоньку, цех за цехом, значит, вырос вот этот наш сервис, производственные кооперативы дел. Набираясь опыта, сподвижники Белькова постепенно совершенствовали свое мастерство в автомобильном деле. Ведь для того, чтобы починить ретро-мобиль, необходимо разбираться во многих тонкостях авторемонта. Нужно понимать, как работает та или иная деталь, от чего она вдруг сломалась, каким образом и на какой аналог можно заменить. А такого рода опыт всегда нужен для проведения ремонтных работ на любых автомобилях и их агрегатах. В ряду с восстановлением и ремонтом автомобилей ретро, мы также занимаемся ремонтом автомобилей как отечественных, так и иномарок. Делаем и кузовные работы, делаем двигатели, подвески. У нас состоит шлифовальный станок. Мы шлифуем коленчатые валы всех марок, начиная с отечественных, также иномарки, и МАЗов, КАМАЗов и прочих. Вот здесь вот производим мы шлифовку, это расточку, хонинговку любых блоков, гильз. Также делаем ремонт, кузовной ремонт любой сложности. Вот, кстати, стоит у нас МК 33-го года выпуска. Вот сейчас вот мы ее готовим к 25-го числа. 25-го августа на площадке УДК «Газовик» будет проходить «Автоледи-2007». И на этом празднике клуб ретро выставит свои машины для того, чтобы люди могли воочию прикоснуться к старине. Кстати, эти машины принесли и другую пользу. Шесть автомобилей из коллекции Юрия Белькова снимались в кинофильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым». Побывал известнейший режиссер и в кооперативе «Удел». Здесь был дважды Говорухин. Дорога к нам тяжелая, фронтовая. Руководство нашего района и округа обещали все же подделать дорогу. И недавно Шубин мне снова обещал. Тут кусочек всего-навсего. Но я думаю, мы вот сообщаем с помощью руководства района и округа. Дорогу подправим. И, значит, Говорухин обещал снова приехать к нам. Или на открытии памятника казачьего, или на съемки фильма на будущий год. Я думаю, что он будет доволен. Хотя обещал, что если только не сделают, не помог дорогу, где-нибудь в программе показать и рассказать. Надеемся, что руководство города и области смотрят нашу программу и обязательно прислушаются к просьбе Юрия Белькова. Ведь от того, как мы заботимся о нашем прошлом, зависит то, как о нас будут заботиться в будущем. Эта машина характеризуется прочной конструкцией, которой призвано вынести все тяготы разнообразных дорожных условий и климата, встречающихся в Советском Союзе. Именно так написано в известной автоэнциклопедии Джорджана о символе послевоенного времени автомобиле ГАЗ-20 «Победа». Название возникло. Почему? Назвал ее сам лично Сталин. Это именно «Победа». Разработка этой машины началась на Горьковском автозаводе главным конструктором, если фамилия не изменяет, Липхард. Выпуск ее уже начался в 1946 году, после «Победы». Лично ее контролировал Сталин, лично ее принимал, лично его несколько раз даже провозили на этом автомобиле. Невелика победа, но пусть будет победа. Так говорил о ней вождь мирового пролетариата Иосиф Виссарионович. Первые 23 машины, которые удалось собрать до конца 1946 года, делались практически вручную, поскольку в конструкцию постоянно вносились изменения и доработки. И только почти через год, в апреле 47-го, кремлевским вождям показали не опытный, а серийный образец. Оценивая свою работу, конструкторы газа констатировали, нам удалось создать высокоэкономичный автомобиль, динамика которого, безусловно, не может считаться низкой, хотя, конечно, и не является рекордной. Ну, эта машина, знаете, признана одной из самых лучших, как сказать, по дизайну, по крепкости, по простоте и уже по комфортности. Здесь уже отопитель есть, уже часы были здесь снабжены часами, нормальным спидометром, не такой, как на АГ-67, там, ну, вообще, по-своему оригинален. И, знаете, это первый автомобиль, где уже было непременное условие установки радиоприемника, вот место пустое, значит, динамик хороший здесь стоял. И, знаете, это первый автомобиль, на котором уже были установлены поворотки, то есть уже не рукой водитель указывал, а включал, значит, поворотки электрические. Форма обтекаемая. И вот, допустим, хороший крепкий кузов и все же уже более-менее нормальный двигатель позволили уже развивать скорость. Значит, вот полностью загруженный автомобиль до 105 км в час. Быстрый, комфортный автомобиль для того времени пользовался заслуженной популярностью. Недаром их общее количество было выпущено около 230 тысяч штук. Сам главный конструктор Либгард отлично осознавал высокий уровень своего детища. Даже в 1948 году, когда машина еще страдала многими детскими болезнями, он писал. По моему твердому убеждению, автомобиль М20 с четверкой полностью соответствует своему основному назначению – заменить в народном хозяйстве автомобиль М1. Более того, я беру на себя смелость заявить, что по экономичности, качеству рессорной подвески, устойчивости на дороге и показаниям, собственно, двигателя эта машина является выдающейся. Победа. Прошлый год, коль она выпустила с 28 июня 1946 года, прошлый год был юбилей 60-летний. И мы, члены клуба «Ретро», все мои товарищи, хотелось бы отметить даже Глеба Чигунова, который выпускает Оренбургский автожурнал, значит, мы даже страничку отвели «Победе», вот, значит, хорошо подготовили материал, и, значит, вот как-то юбилей мы отметили в виде прессы, вот выпуска этого журнала, ГТРК, регион, также, значит, приезжали к нам в клуб «Ретро» и снимали вот эту «Победу», только она еще была не до конца, как сказать, сделана, но все равно, значит, вот отметили мы по-своему. Хорошо, что и в нашем городе есть настоящие ценители автомобильной истории, ведь любовь к миру моторов началась у человека с момента появления первого автомобиля, о чем свидетельствует немало фактов. А наша программа совместно с «Автоклубом Ретро» еще не раз расскажет вам, уважаемые телезрители, о ретромобилях и обо всем, что с ними связано. В наших программах мы уже рассказывали вам немало интересных фактов из автомобильной истории и о конкретных машинах из прошлого. Помогал нам в этом вопросе оренбургский автоклуб «Ретро» и личный его председатель Юрий Бельков. Однако не только сами машины представляют большой интерес, не меньшее любопытство вызывает и все то, что связано с автомобильной жизнью того времени. Вот, например, как пропагандировались еще в царской России автомобильные путешествия. Издаваемый ныне автомобильный спутник преследует двоякую цель. С одной стороны, побудить к путешествию на автомобиле по России всех тех, кого до сих пор останавливало отсутствие точных данных о наших дорогах. Вообще для того времени этот своего рода автомобильный атлас был очень хорошо подготовлен. В нем содержалась масса полезной информации, которая могла пригодиться автомобилистам прошлого. Вот открываем страничку, например, где указан маршрут, если вы надумали поехать в отпуск. Вот карта номер 3, московский, допустим, район. Не будем искать дальше. Вот были раньше дороги, были раньше указатели. Ну, конечно, менее населенные были указаны. Ну, это вот только я одну карту открыл, где не особо, но есть описание к этой карте, где указано, на каком километре есть гостиница, на каком километре есть там заправка, на каком километре есть там, допустим, ну, какая-то примечательность, там и памятник. Понимаете? И вот люди вот в те времена уже, ну, думали, как не только доехать, но как отдохнуть, как посмотреть. Обилие рекламы различных гостиниц, заправок и магазинов по торговле запчастями и маслом, а также ремонтных мастерских позволяло беспрепятственно путешествовать по всей Западной России. И даже в тех губерниях, где еще не было нормальных дорог, имелись магазины и представительства наиболее крупных автомобильных компаний, в том числе и в нашей области. Я, честно говоря, был поражен, когда нашел, что даже у нас в городе Оренбурге, значит, были конторы, вот, ну, как сказать, до начала революции в царской России по продаже резины, аккумуляторов, масел. Вообще, в то время, когда количество машин было в тысячи раз меньше, а вот автомобильных марок довольно много, к их оснащению относились с особым трепетом, и автолюбители придавали этому особое значение, что и получило отражение в этом автомобильном спутнике 1914 года. Кстати, вот в этой книге тоже все описано, что должна машина укомплектованная, какими приборами, какими этими вот разными принадлежностями. Тот же насос, простейший, который вот мы руками качаем, ногой придерживаем, вы знаете, так подробно, детально описан, что, значит, вот, диву даешься, что какое придавали вот значение, даже в те времена, все, что сопутствовало вот автомобилю. Но не только к машинам проявляли особую заботу. В не меньшей степени придавалось значение взаимовыручки и помощи автолюбителями на дорогах в сложных ситуациях. В случае остановки автомобиля, кстати, все написано еще с буквой «Ять», вот, из-за расхода бензина шофер, к которому обратился за помощью, должен дать просящим бензин из своего излишнего запаса. Этот бензин должен быть оплачен немедленно наличными. Рассказывать об автомобильной жизни начала ее зарождения можно часами. К сожалению, в рамках программы мы смогли поведать вам о наиболее интересных, на наш взгляд. Хотя любая страница этого автоспутника начала прошлого века вызывает неподдельный интерес. О них мы еще обязательно расскажем вам. И спасибо клубу «Ретро» и лично Юрию Берекову за то, что хранят историю мира моторов. Этот легковой внедорожник принимал участие в заключительных этапах войны, когда машин подобного типа, в основном американских «Виллисов», в армии уже было достаточно. Но он также получил некоторое распространение и даже известную популярность, как тяговый, прочный, неприхотливый и везде проходимый автомобиль. Более подробно о нем расскажет председатель Оренбургского клуба «Ретро» Юрий Бельков. Значит, он полноприводный, или как сейчас модно говорят, 4ВД. Значит, у него надежная очень трансмиссия. Значит, здесь вот передок отличается от всех, вот, ну, подвеска. Значит, везде рессоры обычные, а тут две полурессоры. Значит, ну, они как раз говорят о том, что это вот немножко достигнут, вернее, мягкость, хоть его и называют как «козельчик». Вот, но на самом деле он, вообще-то, мягкий. После войны производство ГАЗ-67Б было сохранено и даже расширено, причем не только как армейского автомобиля и для системы МВД, но и в качестве легкового вездехода для работы в народном хозяйстве, ранее таких машин не имевшего. Много их было направлено в сельское хозяйство, и скоро ГАЗик стал любимым и желанным для председателей колхозов, агрономов и механиков МТС. Он разошелся по всей стране, по военной линии попал и за границу, даже в Австралию, не говоря уже о Восточной Европе, Китае, Северной Корее. Но до наших дней, спустя более полувека, дожило не так уж много экземпляров. Значит, этот автомобиль, самый у меня, вот из всех моих автомобилей, вот автомобилей моей коллекции, самый оригинальный. То есть, вернее, все в оригинале. Вот открыв капот, двигатель, он без гильз, чистый блок, своеобразная головка, помпа своя. Значит, единственное, что тут немножко уже генератор оставили, уже переменник современный. А так, все остальное, все патрубки, все резинки, лопасти железные, радиатор, вы знаете, ну, его, конечно, распаивали, прочистили. То есть, мы его добились, значит, вот, ну, именно в оригинале. Вот фары, там, лампочки, даже вот эти вот стекла. Зеркала, вот, заднего вида, значит, два стоят, то же самое, все, вот, родное, вы знаете, специально ничего не тронуто. Тент тоже был родной, но он, знаете, уже, честно говоря, сгнил, и вот мы его заменили на более-менее нормальный. Сидение, все родное. Вместо кондиционера открывающее переднее стекло. Дверей не предусмотрено, потому что так как военные действия, чтобы легко было выскочить или, наоборот, легко заскочить, этот автомобиль без дверей. Кстати, хотел бы обратить внимание, что вот на этом автомобиле, на этом автомобиле, вот, до чего все в оригинале, даже диски, колес и колпаки. Знаете, это такая большая редкость, поверьте мне, вот, вообще, тот, кто соприкасается с антикваром, и не только с автомобилями, чтобы все добиться, вот, в оригинале, это очень сложно, тем более спустя столько, много, десятков лет, вот, а мы вот этот автомобиль довели именно до оригинальности. И эти старания не пропали даром, поскольку этот автомобиль, как и многие другие из коллекции клуба «Ретро», принимал участие в фильме, который снимал известнейший режиссер Станислав Говорухин «Не хлебом единым». Да и сейчас машина вызывает живой интерес как у своих ровесников, так и у подрастающего поколения. Так что большое спасибо автоклубу «Ретро» за сохранение, пусть небольшой, но все же частички истории. А мы в наших следующих программах обязательно продолжим знакомить вас с машинами прошлого века. Основой новой европейской производственной программы стала модель «Уай». В Германии она называлась «Кёльн». С литровым мотором мощностью 8 лошадиных сил и двухдверным кузовом типа седан или кабриолет, напоминающим усохший «Форд А». Модель «Эфель», которая в 1934 году пришла на смену «Форду Уай», выпускалась только в США. «Одной из моих коллекций, один из моих коллекций автомобиль «Форд Эфель». Он очень маленький, маллитражечка, типа, наверное, нашего 401-го «Москвича». Вот решетка его родная, единственное, что она освежена немножко. Ну, бампер тоже здесь с «Москвичонка» взяли. Фары все родные. Значит, оптика единственная, только что сменили более-менее современную «Жигулевскую», потому что та старая уже вся прогнила. Вот здесь были поворотки, наверное, скорее всего, такие выбрасывающие. Вот они заглушены. Вот они заглушены. Я так думаю, что были здесь такие, как вот у нас на «Вандере». Значит, вот они, скорее всего, вот такие были. Еще хотел обратить внимание ваше, как легко и хорошо закрываются двери. Даже в нашем, в любой автомобиле, в нашем, да, современном, вот так вот хорошо, плавно, от легкого нажатия, значит, она не закрывается. Ручки родные, абсолютно, один в один вот остались они. Значит, вот это стекло, для, опять же, для того, чтобы кондиционер сделать, вот здесь откручивается рычаг, и оно подымается. Вот оно. То есть, в жаркую погоду можно элементарно открыть и все прочее. Ну, места, конечно, мало, 35-й год выпуск, значит, изготовлено в Соединенных Штатах Америки. Сидения передние, чтобы пройти назад, откидываются. Внизу здесь ящик для инструмента, для аккумулятора, там под капотом. Значит, назад пройти, и вот тут все в оригинале, все металлическое, как вот и раньше было. Уж неизвестно, как этот автомобиль попал к нам в область, но человека, у которого Юрий Петрович приобрел его, к сожалению, не запомнил. Но, судя по тому, в каком состоянии машина досталась клубу ретро, можно судить, что за ней не слишком ухаживали. Он был, конечно, в плачевном состоянии. Мы его притащили на эвакуаторе на своем, вот, разобрали его, как раз у меня ребята, молодежь работали. Значит, вот его весь, как сказать, перебрали. Кузов на них хорошо сделали. Был он, конечно, очень в плачевном состоянии. Ну, представляет, 35-й год выпуска. Вот, что такое с ним было. Ну, слава богу, вот у нас получилось. Ну, машина на ходу. Участвовала во всех мероприятиях наших городских, там и областных, вот по городу. И на съемках художественного фильма «Не хлебом в едином» вот у Говорухина Станислава Сергеевича. Он зимой и летом стоит под открытым небом. Честно говоря, обращался в свое время к Иванченко, Владимир Иванович, когда он, будучи главой округа, обещали мне все помещение в день подобрать для нашего городского клуба «Ретро». Ну, к Мещерякову еще не обращался, но думаю, все равно видят они, что наша коллекция, это же достояние не только мое, это и города, наверное, и области. Вот, всем нравится, все ходят, смотрят. И все мне делают замечания. Ну, что же они у тебя под открытым небом стоят? Я думаю, что когда-то, наверное, найдут мне место и будут они действительно музей автомобилей. Дай бог, чтобы наши программы смотрели руководители города и приняли соответствующее решение. Ведь автомобиль сейчас неотъемлемая часть человеческого существования. Поэтому и к ретромобилям надо относиться как к своей истории. Хорошо, что в нашем городе есть настоящие ценители этого. А мы, в свою очередь, в наших следующих программах обязательно продолжим экскурсию в захватывающий мир автомобильного прошлого. И спасибо за это клубу «Ретро».